Театральное фойе превратилось в площадку для обсуждений. Уже не первый раз Альметьевский драмтеатр принимает у себя открытые слушания. Вопрос дня, что делать с памятником погибшим Великой Отечественной. Годы идут, и бетонному монументу нужна реставрация, а лучше реконструкция. Работы по установке мемориала начались 25 февраля 1975 года, а сдан он был на 30-ю годовщину Победы, 9 мая 1975 года. До этого на его месте располагался обелиск павшим в годы гражданской войны. С тех пор прошло 44 года, и на суровых каменных чертах воина-освободителя проступили морщины. Все дело в несовершенстве конструкции. Тело памятника не монолитно, а составлено из множества мелких блоков. За все минувшие годы в щели проникло достаточно влаги, чтобы даже самый крепкий бетон начал давать трещины. В свое время нам, конечно, говорили, что бетон – это вечная вещь, когда он только твердеет и становится крепче. Но, к сожалению, это оказалось не так. Этот процесс уже идет давно, приблизительно лет 10 это уже началось. На сегодняшний день взяли самый обтекаемый, самый, как бы, в более финансовом отношении приемлемый, потому что затраты очень большие. И этим вариантом стала выкладка бронзовым листом. Сплав медиолова должен защитить от влаги и механических повреждений. Недаром он применяется в судо- и авиастроении. Такая технология уже использовалась при создании других альметьевских памятников – мемориала, погибшем в Афганистане на площади памяти, и скульптуре, посвященной альметьевским нефтяникам на одноименной площади. Скульптура, как таковая, в городской среде – очень важный элемент. Хороший способ украсить ландшафт. Это не просто какая-то малая архитектурная форма. Она несет определенный смысл. Либо это памятник какому-то человеку, событию, что памятно для людей. Либо это современные, например, бывают скульптуры современные. Они имеют смысл как-то облагородить городское пространство. После того, как активисты выслушали докладчиков, настала очередь выступить и самим. Если старшее поколение опасалось за облик монумента и его долговечность, представители поколения молодого предложили внести некоторые изменения. Если бы была возможность как-то посетить его со стороны парка, то было бы очень здорово, потому что почтить память героев – это большая такая честь. Кроме реконструкции самого памятника были и предложения выйти за границей мемориального комплекса на Аллею Героев. Кроме имени, фамилии и отчества на табличках должны быть и заслуги. Есть предложение, конечно, доску там увеличить и указать все-таки, что сделал этот человек. Он был экскаваторщиком, который строил город лучше всех, значит, да, копал траншеи там, утрированно, да. Ряд нефтяник, который бурил, там, Дамир Махмутович, бурил и создал новый способ бурения скважин. И если огонь вечный, то бетон, в отличие от него, имеет свойство уставать. Впрочем, это свойство практически любого материала. И разговор о реконструкции мемориала витал в воздухе последние 10 лет. Объект планируется сдать к юбилейной годовщине Победы в следующем году. Тимур Туманов, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.